РАДИОУНИВЕРСИТЕТ Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наталья Петровна, в свою книгу, которая только что вышла, Вы назвали «Карл Васильевич Несвероды. Искусство быть дипломатом». В первой беседе мы говорили о том, что современники очень жёстко относились к нему. Фактически Вы представили, как будто целый суд над ним, и современников, и историков современных, в том числе историков. Фигура Карла Васильевич Несвероды в общественном сознании весьма неоднозначна. Но давайте разберёмся с самого начала, кем он был, из какой семьи, когда родился, из какого рода. Откуда он взялся, такой Карл Васильевич Несвероды, рекордсмен по пребыванию на государственной службе и дипломатической службе Российской империи. Спасибо большое, Дмитрий. Вы верно заметили о непопулярности графа Несвероды и в исторической памяти, и в сознании современников. И очень часто действительно приходится слышать такие выражения, что «посмотри, он же всеми оценивался крайне негативно». Но, во-первых, далеко не в семье, и свидетельства есть самые разнообразные и много очень и очень позитивных, и Карл Васильевич этого действительно достоин. А с другой стороны, действительно, в истории есть много людей, о которых остались какие-то негативные мнения. Вот мы с вами говорили о книге Неливен или о Франсуа Гизо. То есть если почитать, что говорили современники, то это сплошь какой-то негатив. Ну, мы уже опять-таки говорили, золотое правило историка, никому нельзя верить безоговорочно. Поэтому всё надо проверять и перепроверять. И вот история Карла Васильевича, она как раз вот именно такая же. И на самом деле, да, действительно, вы верно отметили, что человек этот имеет очень такую интересную судьбу, интересную биографию. И о первых 25 годах его жизни мы узнаём из его автобиографии, которую он начал писать уже буквально в последние годы своей жизни под диктовку. Его как раз племянница Мария Калержи, прекрасная пианистка, обладательница или хозяйка влиятельного салона в Париже. Вот она, видимо, под диктовку писала. Но он просто, поскольку поздно это очень начал, не успел. И его автобиография, она охватывает только вот первый период его жизни, собственно, вот до начала его такой активной карьеры на российской службе. И автобиография начинается вот очень просто, логично. Я родился в Лиссабоне 2-13 декабря 1780 года. Моя мать была протестантка, а отец католик. То есть именно так начинается этот документ. И семейство, то есть протестантка-католик, это важно, потому что тут как раз граф Носальроды, Карл Роберт Носальроды, он показывает значимость вопроса вероисповедания, ну что в то время было действительно немаловажным. И семейство Носальроды принадлежало к древнему германскому дворянскому роду, корни которого уходят ещё в 14-е столетие. И его предки сначала были возведены в баронское достоинство Римской империи, а потом и графское достоинство. И если ближе уже к Карлу Роберту, как его звали, то его отец, тайный советник, граф Максимилиан Юлий Вильгельм, Карл Носальроды, он был младшим сыном в семье. И, как писал Карл Васильевич, по тогдашнему обычаю младших в роде, искал счастья везде и понемногу. И он действительно менял гражданство или подданство, правильно, пять раз. Он служил дипломатом в Австрии, в Голландии, во Франции, потом оказался в Берлине для устройства, как пишет сын, своих домашних дел. И вот там он имел такой случай быть представленным и стать известным королю Фридриху Великому. И вот в Берлине он как раз и долгое время оставался, на протяжении шести лет, причем не занимал никакой должности. Но он был приятен королю прусскому Фридриху Великому, потому что, как писал Карл Васильевич, за годы службы в Париже он стал более французом, чем немцем. А мы знаем, что Фридрих Великий, он привечал как раз философов, энциклопедистов, вот его отношения и дружба, ну и недружба с Вольтером. Но потом отец, как-то вот понимая, что перспектив для карьерного роста в Пруссии нет, он по его собственной просьбе был уволен в отставку. Фридрих Великий говорил о том, что немецкий язык нужен для команды, французский для женщин. Но ведь это Европа. А каким образом отец Неселерода оказался на службе при Российском дворе? Да, это как раз произошло именно в Берлине. То есть, когда Вильгельм находился в Берлине, вот там произошло событие, которое было важно не только для него, но и для его будущего сына. Потому что там, в Берлине, Вильгельм Неселерода познакомился с князем Григорием Орловым, фаворитом императрицы Екатерины II. И Россия, как известно, с петровских времен активно привлекала иностранцев, дипломатов, в том числе европейских, на российскую службу. И вот как раз от имени императрицы Орлов предложил Вильгельму вступить на русскую службу по дипломатическому ведомству. И тот охотно принял это предложение. И, вероятно, это произошло в 1778 году. И императрица пожаловала Вильгельма в Камергер. И спустя некоторое время он как раз получил назначение на только что учреждённое место посланника в Лиссабоне. И спустя год, в 1779 году, Вильгельм женился на Луизе Гантар, дочери богатого торговца и банкира из Франкфурта на Майне. И получилось так, что родители Нессельроды объединяли два таких сегмента общества. С одной стороны, это вот такое родовитое дворянство, древний, но переживавший упадок, который корнями уходил в Священную Римскую империю. А с другой стороны, это такая амбициозная, предприимчивая, капиталистическая семья представителей высшего, среднего класса, говоря современным языком. И, наверное, вот именно эти слои как раз и способствовали тому, что термин «космополит», «космополитизм», он утверждается, входит в обиход. И Вильгельм Нессельроды ощущал себя настоящим таким космополитом. Ну, если так вспомнить, кого у нас называли космополитами в нашей недавней истории, то фактически ведь и тут же можно вспомнить и обвинение, которое мы говорили, князь Пётр Владимирович Долгоруков, который считал себя таким знатоком, и его считали знатоком аристократических родов, он же фактически выдвинул убийственное обвинение не просто в космополитизме, а в еврействе Нессельроды, и ему потом очень сильно за это прилетало. И Пётру Владимировичу поверили. Вы в своей презентации, которая состоялась в исторической библиотеке, презентации своей монографии, вы сказали о том, что ведь фактически это единственный источник вот такого обвинения. Но ему все поверили. Вообще, насколько можно верить Пётру Владимировичу и насколько действительно, вот что вам удалось разузнать насчёт еврейства канцлера Нессельроды? Ну, понятно, что это, будь то еврейство, будь то немецкое происхождение, это один из пунктов обвинения, особенно как раз вот в конце XIX века, в эпоху роста национализма, вот таких вот националистических тенденций в обществе. И Карлу Васильевичу как раз предъявляли именно вот эти обвинения, именно то, что он родился немцем, это и было главной ошибкой его жизнью, не просто ошибкой, а буквально предательством. Родился немцем по ошибке. Да, да. Когда к этому добавляется ещё и вот этот тезис о так называемом еврействе Нессельроды, то это просто получается такая вот гремучая смесь, и ясно, что ничего хорошего от такого человека ждать не приходится, он только и делал, что вредил интересам России. Вот именно так всё это и преподносилось. Причём на самом деле вы верно сказали, что вот этот тезис о еврействе выдвинул князь Пётр Владимирович Долгоруков, которого считали вот таким вот крупным специалистом по российской аристократии. Он как раз вот и написал российскую родословную книгу. И вот именно из этой книги тезис о еврействе, так называемом Нессельроды, перекочевал в многочисленные работы о нём. И так и повелось, что мать Нессельроды еврейка, которая приняла протестантизм, ну или просто еврейка. Ну и, допустим, некоторые исследователи, которые не согласны вот с этим утверждением, они даже говорят, что поскольку, или может быть, не то, что не согласны, наоборот, они говорят, что поскольку Нессельроды, находясь вот на вершине государственной службы, пользуясь такими широкими полномочиями, привилегиями, вот в ту пору никаких опровержений этому не дал, значит, видимо, так оно и было. Но вот мне это кажется совсем неубедительным, потому что ведь Карл Васильевич Нессельроды на протяжении своей долгой карьеры вот на все многочисленные выпады какие-то и откровенные издевательства в свой адрес, причём как со стороны соотечественников, так и со стороны иностранцев, он не считал целесообразным отвечать. И это, мне кажется, только свидетельствует о его выдержке, о его силе характера и о холоднокровии. Но вот так называемое еврейство, оно дало пищу для множества спекуляций. Но между тем, вот князь Пётр Владимирович Долгоруков, он же просто констатирует этот факт, но никаких доказательств, никаких подтверждений не приводит. Вот, вот это очень, я прошу прощения, очень важный момент, потому что для всей вот этой конструкции обвинительной, ведь немецкая генеалогия, вот люди, которые занимаются родословиями, они очень пунктуальны, и до сих пор сохранились выписки из всех церквей, храмов, все крестильные. То есть генеалогия там прослеживается в XV-XVI век легко. И, в принципе, можно проверить обвинение Петра Владимировича Несельроды в этом. Что вам удалось обнаружить? Вообще, из какого рода была мать Несельрода? Ну вот, как я сказала, что это вообще протестантская семья. Это протестантская семья, которая была родом из Гренобля, и вот предок Луиза Гонтар после отмена Нанского эдикта, а Нанский эдикт, как мы помним, он предоставлял права, привилегии французским гугенотам, протестантам. А король Людовик XIV в 1685 году эдиктом Фонтенбло отменяет Нанский эдикт. И гугенота были вынуждены эмигрировать. И очень многие из них устремились в германские земли, где как раз содействовали уже германскому капитализму. Ну или в Швейцарию, в другие земли, в Россию, в том числе, допустим, Карл Брилов. Это же тоже самая семья протестантов, которые сначала в Германию, потом в Россию эмигрировали. И при этом Брилова все считают совершенно русским художником, ну как и его брата. И вот как раз семья из Гренобля перебралась во Франкфурт, где вместе с авойскими, женевскими торговцами была основана фирма по продаже английского текстиля. И потом семья занималась банковским делом, но при этом продолжала вот как раз твёрдо придерживаться протестантской веры. И в частности, допустим, в немецком биографическом справочнике 1964 года содержится именно такая информация, и никакой другой информации о какой-то принадлежности нет. Но вот между тем Долгоруков вот так просто это голословно заявил, и всё, и так и повелось. И потом вот уже из работы в работу это вот просто повторяется вот как какая-то догма. Видимо, для Карла Васильевича вот это было очень важно, потому что ведь он сразу подчеркнул, что отец католик, мать протестантка. И получается, что ребёнок, Карл Роберт Нессельроды, он был крещён по протестантскому обряду. Да, он был протестантом, он был человеком, который придерживался англиканской веры, ну потому что вот мать Луиза, она как раз очень хотела, чтобы сын был крещён по протестантскому обряду. А поскольку семья оказалась в Лиссабоне, то единственное, причём есть даже мнение, что Карл Васильевич родился как раз на борту английского корабля на пути в Лиссабон. И об этом говорили как современники, так и историки. Но просто Карл Васильевич Нессельроды в своей биографии, он об этом не пишет. Он пишет, я родился в Лиссабоне, а не на борту английского корабля. У современников это встречается очень часто. Но вот мать как раз желала, чтобы сын был крещён по протестантскому обряду. И отец Вильгельм, который к тому времени, наверное, вращаясь в кругу французских просветителей, стал вот таким толерантным, терпимым, он согласился на желание матери Карла Нессельроды. И в Лиссабоне единственной протестантской церковью оказалась домашняя церковь английского посольства. И вот, собственно, там и совершилось крещение Карла Васильевича. И он стал протестантом англиканской ветви. И вот то, что он сохранил свою приверженность англиканской вере до конца своей жизни, а он будет похоронен как раз на Смоленском кладбище, он исправно на Пасху будет посещать как раз часовню британского посольства в Петербурге. Вот всё это тоже дало почву для многочисленных пересудов, потому что современники как-то не могли понять, что неспроста это, что-то здесь просто не так, что жена православная, дети православные, а вот он почему-то так верно сохраняет преданность своей вере. А вот здесь, Наталья Петровна, я прошу прощения, но, может быть, это связано и для него, и для Карла Роберта Нессельроды. Это была ещё и память о матери, которая рано умерла, ему было 6 лет, и фактически получается, что его воспитывал отец. Вообще, что можно сказать о его воспитании, о какую роль в развитии Карла Нессельрода сыграл его отец? Да, действительно, мать умерла, когда мальчику было 6 лет, и так получилось, что он оказался единственным ребёнком в семье. И я с вами согласна, что, возможно, вот такое сохранение преданности англиканству — это вот дань памяти, уважения, любви к своей матери. И отец очень тяжело переживал смерть супруги, он стал ходатайствовать об отставке, ему тогда было под 60 лет, и он сильно страдал подагрой, и он решил удалиться от дела. Кстати, подагрой будет страдать и Карл Васильевич на протяжении своей жизни, причём он был очень здоровым человеком, ничем серьёзным никогда не болел, но вот подагра иногда заставляла оставаться его дома. И вот как раз Вильгельм Насельроды получает увольнение и отправляется в Петербург, но, правда, его надеждам на спокойную жизнь не удалось, не было суждено сбыться, потому что в Петербурге его ожидало новое важное предложение, а именно должность посланника в Берлине вместо отозванного графа Сергея Румянцева. И Вильгельм Насельроды как не мечтал об отставке, но он не смог отказаться от такой важной должности, и это свидетельствовало доверие со стороны императрицы. И более того, в Берлине на него возлагалась важная миссия содействовать перетягиванию Пруссию на сторону России, вот от такого английского альянса. И пока отец был в России, ну и вообще занимался дипломатическими делами, сын остался во Франкфурте на попечении тетушек по материнской линии, ну или точнее одной из тетушек по материнской линии, но отец о сыне не забывал, и по тогдашней традиции он был записан или приписан в российский флот и помещен на учебу в престижную берлинскую гимназию. И, как писал Карл Васильевич в своей автобиографии, вот такое обучение, оно вряд ли, конечно, может быть, подходило для того, чтобы стать морским офицером, но судьба готовила ему другую карьеру, и вот такое именно образование оказалось очень кстати. И с отцом у графа Несельрода отношения были всегда очень тесными, и отцовское воспитание было очень сильным. И по словам Карла Роберта, отцу, ну Карл Роберт, потому что тогда он ещё всё-таки Карл, да, Роберт, по-немецки его имя ещё звучит, и именно отцу он был обязан очень многим, и он называл отца лучшим наставником в науке жизни, и, вероятно, от отца он унаследовал какую-то такую ностальгическую тоску по миру просвещения и по XVIII веку, и более того, именно Вильгельм привил сыну интерес к английскому языку и вообще к английской литературе. Поразительно. То есть такой чистый немец, сын дипломата, учится в немецкой гимназии, приписан к русскому флоту, но всё-таки он в Германии. А каким образом сам Карл Роберт оказался на службе в России? Это произошло в 1796 году, буквально за несколько месяцев до смерти императрицы Екатерины II, Екатерины Великой. Карлу тогда было 16 лет, и вот как раз отец решает, что настало время отправить его в Россию для, как записано в автобиографии, для начатия службы. Но это, понятно, русский перевоз 19 века, потому что записки изначальной автобиографии была написана по-французски. И вот как раз Екатерина определила молодого человека во флот, и в сентябре того же 1996 года он оказался в Кронштадте, где располагалось второе отделение морского кадетского корпуса. В ноябре Екатерины уже не стало, и Павел I, вступивший на престол, он оказывал покровительство отцу Несальроды, и став императором, он пожаловал Карла во флигель адъютанты по флоту и допустил дежурить при своей особе. И вот однажды якобы государь спросил, имеет ли Карл охоту к морской службе, и тот ответил, что он еще не имел возможности приохотиться. Ну и тогда государь предложил ему перейти в сухопутные войска. И в декабре 1997 года будущий канцлер стал поручиком в Лейб-гвардии, конном полку, сохранением своего места флигель адъютанты. Ну и даже он сопровождал весной 1998 года Павла на коронацию в Москву. Фактически, со стороны, так смотришь, бурная карьера. Но когда в первой беседе мы говорили о том, что сколько было предъявлено канцлеру Несальроды таких обвинений от современников, очень много говорилось о том, что как можно столько лет полвека, или 60 лет на государственной службе полвека, будучи руководителем дипломатии, так он русского языка-то не знал. Немчура, немчура поганая. Как же он по-русски-то не говорил? Можно ли понять, на самом деле, вот неужели он за свою жизнь, будучи и флигель адъютантом, и в Лейб-гвардии служа, не удосужился выучить русский язык? Ну на самом деле, да, вот век опять-таки обострённого восприятия своей национальной принадлежности и идентичности, вот это вот обвинение, оно было очень часто в незнании русского языка, хотя, опять-таки, мы знаем, русская аристократия, российская аристократия очень часто своим родным языком считала французский, да, и только потом училась говорить по-русски. Возьмите случай того же Пушкина или князя Вяземского, то есть это было вполне распространённым явлением. Но Нассель Рода буквально действительно упрекали в том, что он не знал русский язык, хотя даже если допустить, что он не знал русского языка, французский тогда это язык дипломатии, это язык международного общения, и важно было знать именно прежде всего французский язык, тем более, что и государь, и императоры, они общались тоже на французском языке свободно. Но вот что касается знаний или незнаний, то по-разному историки оценивают степень знания языка, и мы можем обращаться к сведениям современников или историков, а они весьма разнятся. Но вот допустим, французский исследователь русского происхождения Константин Грюнвальд ещё вот в первой половине прошлого столетия он как раз написал книгу «Три века российской дипломатии». И вот он полагал, что по прибытии в Россию Карл Нассель Рода имел смутные представления не только о русском языке, что естественно ему не доводилось ещё бывать в России, и в Берлине он не учил русский язык, но и французский, как бы он не очень ещё уверенно знал. Но французский язык он освоил весьма быстро и хорошо, а вот с русским, особенно устным, у него были некоторые проблемы до конца жизни. Но как тот же Константин Грюнвальд отмечает, у Нассель Рода, который рано поступил на службу, просто не было времени для того, чтобы выучиться. А вот такого какого-то изначально серьёзного солидного образования, домашнего, у него же не было. Только вот гимназия. Что касается современников, то они оценивали по-разному знания русского языка. Вот, допустим, барона, потом граф, Модест Андреевич Корф, это известный российский государственный, общественный деятель. Вот он как раз говорил, говорил, что вследствие малой привычки публично говорить по-русски, Нассель Роды даже в 40-х годах изъяснялся на нём не без труда. Ну, потому что, опять-таки, на самом деле, ведь тот круг общения, его ближний, и не только круг общения, это всё люди, которые говорили в основном по-французски, да, или по-немецки, поэтому ему действительно просто не было особой нужды говорить по-русски. Хотя вот в дипломатическом ведомстве у него, понятно, что это требования знаний, прежде всего, иностранных языков, но у него специально были люди, которые вот именно русским языком владели в совершенстве, именно русские люди. Но свидетельства, опять-таки, современников были неоднозначными. И, допустим, вот другой современник, это известный историк Николай Герасимович Устриалов, он в 46-м году собирал как раз материалы для своего исторического исследования, посвящённого Петровской эпохе. И вот он общался с Носельродой как раз по поводу документов и нанёс ему визит и вспоминал, что Носельродой принял его в своём кабинете, посадил подле себя на диване и долго разговаривал по-русски, чисто, правильно, но только с немецким акцентом. То есть, не думаю, что оба же эти свидетельства, они как раз показывают, что Носельроды прекрасно владел русским языком. Другое дело, что, может быть, акцент у него какой-то и сохранялся. Но ещё раз подчеркну, что случай Носельроды не уникален и не удивителен. Император Николай I, такой самый национальный, самый русский из государей, как его называли, он же тоже женой говорил с Александрой Фёдоровной, императрицей, говорил по-немецки, писал часто по-французски. Или, допустим, ещё один известный иностранец на русской службе, мы о нём говорили, гордый корсиканец, Шарль Андреа Потса-Диборга, кровный враг Наполеона, посол России во Франции на протяжении многих и многих лет. Он вообще не говорил по-русски, но это же не мешало ему на протяжении 35 лет отстаивать российские интересы. Ну, тем более, что, как я уже говорила, французский язык в то время это официальный язык дипломатии, язык интернационального общения. И Карлу Васильевичу это тоже абсолютно не мешало, но другое дело, что вот это было предлогом, даже просто то, что он говорил с акцентом, предлогом для обвинений в его адрес, ну, причём, что характерно, в незнании русского языка обвиняли абсолютно русскую даму, супругу будущую, Карла Васильевича, Марию Дмитриевну, населью роды в девичестве Гурьеву. Мы об этом ещё поговорим, о фигуре Марии Дмитриевны, но, может быть, ему вот просто, Карлу Васильевичу не просто везло, а его везде пропихивал отец, который был в фаворе у императрицы Екатерины Великой, у Павла Первого, у Александра Первого. Получается, что, может быть, всесильный отец помогал, а вообще как обстояла в это время ситуация с жизнью его отца, с карьерой отца? Ну, отец, конечно, мы об этом, я ещё, думаю, поговорим, об этой портуне, о везении или о протекции, в чём его будут обвинять, но отец Вильгельм Насальроды, он ещё в 1795 году попросил у императрицы чистую отставку, которую получил, равно как и 2000 рублей пенсии, потом Павел пожаловал ему Александровскую ленту, предоставил в 12-летнее пользование мызу Нейгуд в Курляндии, уговаривал поселиться в России, но Вильгельм, действительно такой космополит, он в России провёл только очень недолгое время, год, и в 1798 году уезжает во Франкфурт, где оставался до конца своих дней, и умер он в феврале 1810 года. То есть, собственно, вся дальнейшая биография Карла Васильевича, она уже проходила без какого-то непосредственного присутствия его отца, и с отцом он встречался, когда выполнял какие-то миссии в Европе, а он будет в очень скором времени как раз вовлечён в эти европейские события, и тем более время в Европе было тогда очень неспокойно. В 1789 году начинается французская революция. Получается, что это уже время и сначала революционных войн, потом и антинаполеоновских войн, и получается, что Карлу Васильевичу пришлось участвовать в войнах? Ну, точнее, знаете, как он хотел. Вот его же упрекают, даже вот, если помните, когда была презентация моей книги, один из участников, он сказал, что вот у него же все ордена, да, не военные, и он вот не саблей размахивал. У него действительно получилось так, что другая биография, по-другому жизнь сложилась. Но изначально он как раз хотел принять участие в военных действиях, потому что образована вторая антифранцузская коалиция. И более того, Карл направляется к месту назначений, но едва он достиг Киева, как получил приказ Павла немедленно вернуться. И вот тогда как раз его вот эта военная карьера, собственно, не то чтобы окончилась, но посражаться ему не удалось. И он об этом писал потом с ожелением, что вот он не смог принять участие в итальянской кампании, которая обессмертила имя Суворова. И по возвращении Павел ему якобы вот сказал, ну по словам самого Карла Васильевича, что если не хочешь служить по мне, то при мне, то отправляйся в полк. И на этом кончается флигель адъютанства будущего канцлера. И он оказался в конной гвардии под начальством князя Бориса Голицына. Ну это такое общество избранной молодежи, люди первых фамилий петербургских, ну говоря современным языком, такие петербургские львы. И может быть этим полк заслужил немилостью государя. И несмотря на то, что Носельроды был как раз в декабре 1799 года произведен в полковнике, но уже тогда император Павел вот после очередного неудовольствия полком назначает вместо князя Голицына нового командира, великого князя Константина Павловича, а сами гвардейцы были высланы из столицы в царское село. И Карл попадает в такую общую немилость, но однако был уволен с пожалованием в Камергеры и вот по его словам не без такого живого сожаления оставляет военную службу. Получается, его обвиняли в том, что он в молодости вел праздную жизнь, а в своих письмах он все время сожалел, что не смог сделать военную карьеру. Это удивительно просто, как проявляется внешняя и внутренняя жизнь человека, но ведь потом он становится дипломатом, он становится по протекции, его пристроил отец, ведь по идее-то отец должен был его пристроить как раз в дипломаты. А как произошло на самом деле? Ну вот он действительно вот поначалу, как мы видим, испробовал действительно разные роды деятельности. Можно сказать, что он вот так вот плывёт пока по течению жизни, хотя современники воспринимали путь будущего канцлера иначе, и по их мнению он целенаправленно и чётко делал карьеру. И как раз вспоминали его мать Луизу, которая, допустим, как писал один современный писатель, научила отпрыска гонимого народа не только выживать при любых обстоятельствах, но и достигать успеха на любом поприще, шьёшь ли ты сапоги на заказ или договор между странами. Но это при том, что Луиза умерла, когда мальчику было 6 лет. То есть 6 лет она ему говорила, сынок, лезь, пожалуйста, любыми путями на российскую службу. Он на российскую службу поступил в 16 лет. То есть 10 лет он помнил заветы матери пролезть на русскую службу и там вредить. И получается, что вот он так отец-то помог. Отец-то должен был помочь по блату, пристроить в дипломаты. То есть его действительно упрекали в том, что вот он целенаправленно делал карьеру. Ну или, допустим, великий князь Николай Михайлович в своих русских портретах, а это русское историческое общество, основатель, председатель русского исторического общества. Вот великий князь Николай Михайлович писал, что вот карьеризм с юных лет определял всю его деятельность и как раз вот так как-то трактует весьма иронично слова самого Карла Васильевича, который писал, что он имел счастье любить всякую выпадавшую на его долю службу. То есть в этом, на мой взгляд, как раз и заключается успех любого, наверное, дела. И это может стать девизом любого человека, то есть любить всё, что ты делаешь. Вот сейчас ты пишешь научную статью, и ты должен любить научную статью. Вот это дело своё. После ты пошёл, условно говоря, играть в баскетбол, и ты должен отдаваться этому баскетболу с полной силой. Всё, что угодно. Вот Карл Васильевич, он как раз был именно таким. А его как раз обвиняли в том, что он просто был таким чистым карьеристом. Он был готов стать кем угодно. И моряком, и кавалеристом, и придворным, и дипломатом. Лишь бы вступить на поприще под счастливым признаменованием карьеры, обеспеченной протекцией и милостью начальства. Но в своей работе вы же пишете, что его отец был против. Он фактически отговаривал сына стать дипломатом. Да, но до этого ещё как бы эта карьера дипломатическая, она начнётся только при Александре Первом. Пока что, как пишет великий князь Николай Михайлович, он отдавался такому праздному безделью, когда костюмированные балы, спектакли едва давали ему вздохнуть, а тем более слушать лекции. То есть протекции, конечно, дело немаловажное, но вряд ли исключительно ею следует объяснять полувековую блестящую карьеру Карла Васильевича. Тем более, что он служил столь разным императором и у всех был на хорошем счету. Опять-таки утверждение о том, что он вёл такую праздную светскую жизнь, тоже не объективно, потому что Карл всегда стремился к активной деятельности и к знаниям. И вот как раз, когда он стал придворным коммергером в 1800 году и вынужден был предаваться бездействию, то он был свободным временем для того, чтобы заняться самообразованием. И вот так длилось более года. Потом Павел опять увольняет всех коммергеров, вновь возвращает их на службу придворную. Но тут случается убийство Павла, ну или как в официальных документах заявлялось, с ним случился поплексический удар. А поплексический удар, да. И начинается эпоха его сына, императора Александра I, а вместе с этим и дипломатическая карьера Карла Насселерода. А вот мы как раз к этому перейдём, чуть после маленького перерыва, потому что, ну кажется, Павел I, любитель немцев, скончался поплексическим ударом, а тут все немцы должны и, по идее, потерять при Александре-то любую поддержку. Но Карл Васильевич становится дипломатом, и о его приключениях, о его службе мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее. Российский радиоуниверситет Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект Карл Васильевич Насселерода искусства быть дипломатом по одноименной монографии доктора исторических наук Натальи Петровны Танчиной. Наталья Петровна, мы сейчас говорим о происхождении Карла Васильевича, мы говорили о его молодых годах, и фактически о том, что отец был против, чтобы он стал дипломатом, но в 1801 году Карл Васильевич переходит на дипломатическую службу. А чем он занимается в это время? Да, он действительно связывал с эпохой Александра Большой Надежды, и как эмергер для начала он был направлен к герцогу Вертамбергскому, брату императрицы, вдовствующей уже Марии Фёдоровны, для того, чтобы уведомить о вступлении на престол нового императора. Во Франкфурте он виделся с отцом, предавался размышлениям о будущем, и вот он как раз тогда решает стать дипломатом, и отец, вот как вы говорили, он на самом деле был поначалу против этого, потому что, может быть, он сам вот на этом поприще получил больше терний, чем рос, или, как пишет Карл Васильевич в автобиографии, может быть, он тогда как-то имел некое недоверие к его дарованиям, которые тогда ещё были малоразвиты, и отец боялся неудач, которые сын может потерпеть в такой вот сложной, трудной отрасли общественной деятельности, как дипломатия. Вот тогда Несельрода обратился с просьбой непосредственно государю, и 13 августа 1801 года он был зачислен в Коллегию иностранных дел и назначен в Берлинскую миссию, причём сверх Штаты. И вот как раз именно с Берлинской миссией начинается его дипломатическая карьера, там он был радушно принят российским послом в Пруссии Крюденером, который отвёл ему и квартиру в собственном доме, и более того, с его сыном. Он вместе слушал курс публичного права знаменитого профессора Ансельона Фридриха, который спустя 30 лет станет прусским министром иностранных дел и будет коллегой Карла Васильевича. Тогда же, будучи в Берлине, ему удалось совершить поездку по Саксонии и Байгемии, где произошла важная встреча. Он познакомился с будущим австрийским канцлером, а тогда австрийским представителем в Дрездене Клеменсом фон Меттернихом, и в дальнейшем их судьбы будут теснейшим образом переплетены, но деловые отношения будут далёкими от идиллии, как о том порой писали и современники, и исследователи. Спустя год, в 802 году, он был назначен секретарём русской миссии в Гааге, и вот здесь как раз, по словам Карла Васильевича, началась его такая самостоятельная карьера, потому что российский представитель граф Штайкельберг долгое время отсутствовал на своём посту, и вот, как писал Карл Васильевич, мне довелось летать на собственных крыльях. И в Петербурге нашли, что его можно употреблять в дело, а он как раз только этого и хотел. Но после того, как была образована третья антифранцузская коалиция в 1805 году, Петербург принял решение отозвать своё посольство из Гааги, хотя Насельродо оставался там ещё до весны 1806 года, ему было поручено весьма такое деликатное дело, он должен был заняться разведывательной деятельностью и наблюдать за всеми приготовлениями французской армии, которые готовились к так и не осуществившейся высадке в Англии. Ну и из Гааги он отправляется в Берлин, где ожидает нового назначения, и попутно выполняет ещё одно задание, он объезжает Южную Германию, собирает сведения о числе расположенных там французских войск. Фактически, я прошу прощения, получается, если бы оставили русского человека с русского рода, долгорукого того же, или других родов, там, глинских, и всё, получается, это было бы заметно. А так немец обрастает связями, знакомится со всеми, вроде бы, но в это же время он ведёт разведывательную деятельность, и уже, тут уже эпоха Александра вовсю, и получается, что он начинает уже выполнять в действующей армии дипломатические поручения. Сначала он сопровождает императора в Тильзите, и он как раз был свидетелем подписания Тильзитского мира, но правда, как он сам писал, что его деятельность ограничивалась тогда лишь переписыванием бумаг, но с другой стороны он очень многое видел. И после Тильзита как раз происходит смена руководства Министерства иностранных дел, потому что барон Бутберг, который занимал пост министра с июня 806 года, он вышел в отставку, как и другие, или многие, не одобряя Тильзитского мира, и главой внешнеполитического ведомства становится граф Николай Румянцев, и вот как раз в это время Карл Нассельруда получает новое назначение, и в это время оформляется новое посольство в Париж, послом был направлен граф Толстой, а советником посольства в конце августа 1807 года стал как раз Карл Нассельроды. И вот, собственно, вот это посольство в Париже и миссия советников в Париже, она как раз была очень важной для вот такого карьерного роста Карла Нассельроды. Но здесь возникает же очень интересный момент, что он одновременно немец, немчура такая, которая русского языка не знает, он заводит отношения с Аспиранским, будущим автором многих проектов реформы Российской империи. Это не похоже на такое чисто немецкое отношение к России. Ну, это же мы уже стереотипы, зачем мы будем транслировать вот весь тот негатив и обвинение, которые просто именно нелогичны, потому что на самом деле во всех этих обвинениях в адрес Нассельроды тут просто, на мой взгляд, отсутствует какая-то элементарная логика. Причем Нассельроды сопровождал императора Александра для переговоров с Наполеоном в Эрфурте, где была заключена между Россией и Францией союзная конвенция, и есть такое мнение, что Наполеон, который тогда увидел Нассельроды в Эрфурте, он якобы заметил, что этот маленький человек, который однажды станет великим. И мне кажется, как раз вот Наполеон-то в этом плане был прав. Но по словам самого Карла Васильевича, тогда он никакой опять-таки важной такой роли не играл, но вот именно в Эрфурте у него завяжутся дружеские отношения с Аспиранским, и в своей биографии он, автобиографии, он так и будет его называть задушевным другом, и более того, когда над Аспиранским начнут сгущаться тучи, Нассельроды будет опасаться, что в опалу попадет и он. Но тем временем в посольстве российском в Париже произошли перемены, и граф Толстой был сменен князем Куракином, и поскольку Куракин не мог на протяжении нескольких месяцев прибыть к месту службы, то именно Нассельроды был назначен управлять текущими делами посольства. И, собственно, Карл Васильевич тогда и вел всю основную переписку посла, и император Александр, ну непонятно почему, он как-то не доверял Куракину, и гораздо в большей степени рассчитывал именно на Нассельроды и на Александра Ивановича Чернышева. Причем как раз именно здесь, в Париже начинается такая активная и разведывательная деятельность Карла Нассельроды, что запряжено как раз из официальной такой дипломатии. И в то же время его замечают при Куракине. Остроумные французы Куракина иногда подшучивают, подсмеют над ним. Карл Васильевич пишет о том, что мне доставалось как бы от этой остроумной нации, что Куракин вроде бы был не на своем месте. И получается, что в это время Александр доверяет Нассельроды, помощнику Куракина, вести, вот плести вот эти интриги и проводить операции русской разведки. Что это происходило? Как это все было? Я бы сказала, что не интриги, это не интриги, это другая сторона официальной дипломатии, потому что есть дипломатия вот такая явная, есть разведка, в то время это одни и те же люди, как правило, и здесь прежде всего связаны контакты именно через Нассельроды с Толераном, Шарлем Морисом Толераном, знаменитым французским дипломатом, политиком, который тогда находился в отставке, и уже в Эрфурте, как известно, он предложил Александру свои услуги. И вот именно тайные услуги. Да, графу Нассельроды Александр первой получил поддерживать негласную связь с Толераном, и вот эта вот тайная экспедиция Нассельроды, в которой содержались показания Толерана, она направлялась непосредственно императору Александру Первому, иногда как раз графу Спиранскому, именуя Румянцеву, потому что адрес Спиранского считался более таким безопасным. И в этой переписке Толеран, как известно, фигурировал под разными псевдонимами. «Мой кузен Анри, Анна Ивановна, наш книгопродавец, юрисконсульт». И вот как раз Толеран порой выдавал Нассельроды важные сведения, допустим, о браке Наполеона с австрийской принцессой, ну и многое другое. Ну правда, Толеран попутно эту информацию сливал и австрийскому правительству, но Нассельроды тогда об этом не подозревал, равно как и сам император Наполеон. Причем вот очень интересно, если мы посмотрим, как академик Евгений Викторович Тарли писал о Толеране, да, у него же есть работа, посвященная Толерану, и вот как раз он писал о том, что Толеран отличался от дипломатов старой школы, он нисколько не походил на русского канцлера Карла Васильевича Нассельроды, который гордость свою полагал в том, что был всю жизнь верным слугой и прислужником Николая Первого. Ну и современные исследователи тоже, приводя эту цитату, порой вот говорят о том, что Тарли был в этом абсолютно прав. То есть получается, что присягать 14-ти режимам, что делал Толеран, вот это замечательно, это здорово, а верно служить императору, вот это плохо. То есть опять-таки совершенно какой-то нелогичный упрёк. Какая-то пристрастность. И в заключение, Наталья Петровна, у нас две минуты. А скажите, пожалуйста, удавалось ли Карлу Васильевичу передавать какие-то важные разведданные в Петербург? Да, на самом деле, как раз через известного дипломата, графа Строганова, ему удалось доставить в Петербург важную записку министра иностранных дел Франции, которая была адресована Наполеону. Этот документ имел большое значение для выяснения истинных позиций политики, истинных целей внешней политики Наполеона в отношении России. И в своей депеше Спиранскому от 5 сентября 1810 года Насальроды как раз после одной встреч с Толераном предположил, что война против России не начнется до будущего года или даже до весны 1812 года. Но поскольку отношения между Россией и Францией обострялись, Насальроды покидает Париж, и более того, Наполеон якобы в разговоре с князем Куракином говорил, что вы хотите вести с нами дела, единственный достойный человек и разумный человек оставляет вас, покидает посольство, и Наполеон хотел, чтобы Насальроды вернулся в Париж. Но как раз в это время была раскрыта шпионская деятельность так называемой группы Мишеля. А в эту группу и был вовлечен и Александр Чернышов, и Карл Насальроды. И более того, сведения об этом просочились в газеты во французские. И получилось так, что Насальроды просто не мог никаким образом вернуться в Париж. Но как раз в это время Насальроды получает важное назначение. Он становится статс-секретарем при императоре Александре в октябре 1811 года. То есть, по сути, он уже начинает исполнять обязанности министра иностранных дел, хотя формально на этой должности продолжал числиться граф Румянцев. Это потрясающе. Вот этот момент фактически молодой человек с 16 лет на российской службе, он проходит и лейбгвардию, и придворный. Он постоянно занимается самообразованием и вдруг он оказывается в эпицентре вот этой вихре и тайной, и открытой дипломатии, и фактически ему императоры это всё доверяют. Наталья Петровна, это какой-то фантастический рассказ. Я благодарю вас за эту беседу о нашем зрителям, нашим радиослушателям. Что могу пожелать? Вы можете ещё послушать эти беседы на сайте Радио России, посмотреть на YouTube-канале Дмитрий Кононыхин. А вам желаю учить настоящую историю, не воспринимать мифологию, делать выводы самостоятельно, слушать настоящих историков, будьте счастливы. Всего самого лучшего. До свидания. До свидания. Спасибо.